В комнате Каролины Бабаевой, воспитанницы Щелковской детской музыкальной школы, так много музыкальных инструментов. Здесь и фортепиано, и скрипка, но, пожалуй, самый главный инструмент – это флейта. С ней Каролина почти не расстается с самого детства. Музыка не просто хобби для девочки. Несмотря на юный возраст, Каролина уже достигла определенного уровня мастерства. Она лауреат различных всероссийских и международных конкурсов, лично знакома с известными во всем мире музыкантами, настоящими профессионалами своего дела. Книги, ну не все некоторые из них, от дирижера Бахарева. Мне выдала его внучка. А вот это вот его самая любимая книжка «Пековая дама». Она 1890 года. Недавно Каролина получила грант фонда «Новые имена». Однако, чтобы перечислить все награды, рассказать о всех достижениях юной флейтистки, потребуется не один час. Многочисленные грамоты и дипломы она собирает в портфолио. Нужно сказать, что в эту папку все давно не помещается. У Каролины их несколько. Это результат проделанной работы. Этого успеха она добивалась ежедневным трудом. Как признается сама флейтистка, без музыки не представляет своей жизни. Когда приехала на конкурс «Должка» в первый раз. Это был, кажется, 17-й год. И я очень обрадовалась. И мой педагог тоже очень обрадовался. И потом во втором туре я тоже заняла третье место, кажется. Я еще тогда маленькая была. И мне это очень понравилось, этот конкурс. И я решила, что я стану профессиональной флейтисткой. Каролина бережно хранит и свою первую флейту. Именно с ней она делала первые шаги в мире музыки. Юную флейтистку во всем поддерживают мама и бабушка. Несколько лет назад семья ради будущего Каролины переехала из города Керчь в столицу. Решение было принято за два дня. Все, чтобы для Каролины открылись новые возможности. Я такая натуры, допустим, мне вообще никогда не страшно. Я понимаю, что если жизнь дает тебе шанс, надо сейчас. Сейчас надо идти пробовать и сейчас открывать эту дверь. Потому что очень страшно пропускать этот шаг. За два дня мы нашли квартиру в Москве и вот переехали. День Каролины Бабаевой расписан поминутно. Ведь помимо музыки есть еще много других занятий и задач. Девочка в общеобразовательной школе учится на одни пятерки. Кроме того, имеет успехи в ментальной арифметике. Это способ развития детского интеллекта с помощью быстрого счета в уме. Каролина признается, поддержка семьи помогает ей двигаться на пути к мечте. Моя прабабушка Бабаева Тамара Владимировна, я ее очень сильно люблю, ей 84 года, она танцевала и пела, она везде выступала. Моя бабушка, мама, дед, они мне сейчас помогают всегда. И, конечно же, мои дяди и тети. По семейным обстоятельствам Каролина, ее мама и бабушка переехали в прошлом году из столицы. Семья решила продолжить обучение юной клетистке в Щелкове, а именно в детской музыкальной школе, причем у определенного педагога. Я с удовольствием согласилась послушать. Вот Каролина пришла, мы познакомились, поняли, что дружить будем. Когда есть цель общая, когда ребенок горит, когда ему интересно, когда он знает, чего он хочет с малых лет, то взрослые, они только в помощь. И, собственно, я передаю ей свои знания, она их ловит, и получается прекрасный тандем. Замечательно то, что наша школа, музыкальная школа развивается, продолжает расти. К нам приходят работать такие замечательные преподаватели, молодые преподаватели. И именно за таким поколением преподавателей будущее, за любой победой ученика, стоит огромный труд преподавателя. Мы всегда говорим, знаете, как и в музыке, чтобы добиться вот какого-то результата, но определенного, более высокого, чем вот уровень школы, это должно работать три составляющие. Должен быть способный ребенок, должны быть очень заинтересованные и участвующие в процессе родители, и, конечно, должен быть грамотный, хороший, крепкий преподаватель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok